Ольга Каратаева, Надежда Олешкевич. На отбор вызывали? Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Светлана. Утро началось просто чудесно. Бабуля проснулась в хорошем настроении и ворчала на меня всего 23 минуты вместо положенных 30. Я даже таймер сохранила, чтобы вспоминать этот прекрасный день, когда мне подарили целых 7 минут благодатной тишины. Отметив это дело зеленым чаем без сахара, за расходом которого моя любимая старушка следила строже, чем за своей заначкой на похороны, я побежала на базар за помидорами. Но стоило дойти до светофора, как рядом с визгом затормозила серая иномарка. «Светочка, доброе утро!» – приветливо помахала мне Мария Георгиевна. «Садись, подвезу». Я вздохнула от нежелания с ней разговаривать, но все же ответила. «Спасибо, мне недалеко. К тому же пешие прогулки полезны для здоровья. Всем своим видом давая понять, что большего от меня не дождаться, направилась к зебре. Нужно поскорее ее перейти и скрыться в парке. Конечно, так дольше, но хоть от надоедливой тетушки избавлюсь. Вот только сделать это оказалось не так просто. Женщина торопливо отстегнула ремень безопасности, выпрыгнула из своей иномарки и побежала следом за мной. «Свет, что ты решила насчет моего предложения?» – прокричала она мне вслед. «Если тебе мало, я дам 300 тысяч. Я же знаю, тебе нужны деньги, чтобы продолжить обучение». Я остановилась на мгновение. Ну, опять она за старое. И обернулась. «Деньги мне нужны, и я их заработаю». «Знаю я, сколько ты зарабатываешь», – отмахнулась она. «Тебе год нужно пахать на трех работах, чтобы скопить на один семестр, а я предлагаю столько, что можно заплатить за весь учебный год». «Я не стану подсовывать бабушке документы ни ради учебы, ни ради еще чего-либо», – процедила я. «А если продолжишь меня преследовать, обращусь в полицию». «Это я заявлю на тебя в полицию», – сменила тетя Тон. Полное лицо ее некрасиво исказилось, а двойной подбородок от злобы затрясся. «Думаешь, я не знаю, зачем ты около бабки верчишься? Ждешь, когда помрет, чтобы получить мою квартиру. Но ничего у тебя не получится, деточка». «Во-первых», – спокойно возразила я, – «бабуля еще всех нас переживет». «Во-вторых, я сделаю все, чтобы она не лишилась ни здоровья, ни квартиры, ни меряя людей по себе. Не все готовы ради денег родную мать выставить на улицу». «Да почему на улицу?» – снова сменив тактику, заулыбалась Мария Георгиевна. «Я оформлю бабушку в дом престарелых, где за ней будет должный уход. Свет, такие деньги не предлагают за старую двушку на первом этаже. Нам повезло, что тому бизнесмену приглянулось место. «Ну хорошо, я дам тебе 350». «Мне некогда», – отмахнулась я. «Бабушка ждет свои помидоры». Мечтая избавиться от навязчивой тетки, направилась дальше. Но та схватила меня за руку и прошипела. «Не сделаешь, как сказала, я тебя прокляну. Сгинешь, как и твои родители». «Да, пожалуйста», – взорвалась я. «Развлекайся, как хочешь». «Беду призову на голову твою», – завыла она за унывым голосом. «Призови себе немного здравого смысла», – не оглядываясь, посоветовала я и побежала на базар. Кто же знал, что ведьма, как называла бабуля свою жадную старшую дочь, – это не ругательство, а профессия. Глава первая. Светлана. «Эй!» – упав в траву, возмутилась я. Нахалка, толкнувшая меня, даже не отреагировала. Убегала прочь, будто шакалы гнались за ней. За спиной незнакомки огненными крыльями развивался оранжевый плащ. Такого же оттенка волосы взметнулись, когда она на миг обернулась, будто ожидая погони. Прижав к боку небольшую тряпичную сумку, рыжая девушка скрылась среди деревьев. Я опустила голову и от вида мятого хлеба расстроилась. «Ну вот, багет сломался», – произнесла с досадой. Осторожно поднялась и отряхнула джинсы. Подхватив авоську, которую мне всучила бабушка, вместо нормального пакета, придирчиво изучила содержимое. И помидоры все помялись. Чуть поразмыслив, решила выкинуть беспощадно испорченные продукты в мусорный бак. Лучше вернуться на рынок за новыми, заодно прикупить яблок для шарлотки и чего-нибудь вкусненького для успокоения нервов. Но стоило сделать пару шагов, как на меня нечто упало. Я испуганно принялась встряхивать с себя непонятное шевелящееся явление, как раздался пронзительный писк. «Оно живое? Кто это? Мелкий и...» Тут кожу головы пронзило резкой болью от острых коготков. «Да оно мне снимет скальп!» От этого предположения грудь сжала ледом. Я заметалась в панике, не зная, то ли бежать домой, то ли к мусорным бакам, то ли в кусты, то ли вообще к озеру. Трясла головой. Одновременно пыталась отыскать взглядом хоть кого-нибудь, чтобы позвать на помощь. Но, как назло, людей не было видно, а боль все усиливалась. «Помогите!» Завопила я в отчаянии и выхватила из авоськи остаток багета, начала колотить им себя по макушке, пытаясь сбить визжащее существо. И тут я заметила девочку. Увидев меня, она застыла, выронив из рук мячик, а после хлопнула глазами и со всех ног понеслась прочь с испуганным криком. «Мама!» Это отрезвило. Представив со стороны девушку, которая колотит себя багетом по голове, я остановилась. Превозмогая боль, ухватилась пальцами за нечто мягкое, отдаленно напоминающее бабушкину зимнюю шапку. Подавив снова подкатившую панику, осторожно отодрала подрагивающее тельце от волос. Опустила взгляд на находку и нервно хихикнула при виде рыжей шерстки, черных круглых глазок и пушистого хвостика мелкого зверька. Пораженно покачала головой. «Ну и ну!» «Что выторщилась!» — выдало существо басом. «Белок не видела!» Инстинктивно разжав пальцы, я снова завопила и отпрыгнула в сторону, а животинка упала прямиком в мою лежащую на земле авоську. Уткнувшись носиком в мятые помидоры, она заорала громче меня, попыталась выбраться из сумки, но запуталась в вязанке. Я кричала, она пищала. Мимо прошел старичок, переставляя трость так меланхолично, будто на этой тропинке каждый день кто-то орет и белки разговаривают. Впрочем, возможно, так оно и было. С трудом собрав волю в кулак, я замолчала, а мелкая пискля продолжила. Я протерла глаза, передо мной точно мелкое животное, и оно разговаривало. Мало того, еще и угрожающе шипело, зубы показывала, странную ругань выдавала. А мне бы вернуть авоську, бабушка за нее три шкуры сдерет, мои, а не беличьи. Рассматривая рыжее явление, я размышляла, как быть. Поверить, что животные могут выдавать внятную речь, как в мультиках, или не обращать внимания и, вытряхнув хвостатый феномен, вернуться в магазин. Маленькие лапки торчали из дырочек. Животинка барахталась, вымазываясь еще больше в томатной мякоти и напоминая бешеную белку, которая приходила к сильно выпившим людям. Такая же страшная, со слипшейся шерстью, будто в крови, да еще отбитая на всю голову багетом. — Сними сеть, женщина, а не то я тебе руки поотгрызаю, — донеслось из авоськи. — Сама ты женщина, — возмутилась я в ответ и поразилась самой себе. — Да жала. С белкой разговариваю. — Дура, я мужик. Сама дура, я осеклась и с подозрением впилась взглядом в неожиданно успокоившуюся животинку, которая распласталась на спине в красной луже томатной пасты. Нужно было твердые помидоры выбирать, — отстраненно подумалось мне. Я потопталась на месте, огляделась по сторонам, выискивая новых свидетелей моего помешательства. Видимо, при падении ударилась головой. А с чего еще мне мерещатся разговаривающие белки? Существо не двигалось, лежало запутанное в авоську рядом с валяющимися остатками багета и не подавало признаков жизни. Неужели я ее убила? Эй, — позвала сдавленно, опасаясь, что меня все же кто-нибудь заметит. Белка. Бочком приблизилась к существу. Всмотрелась в острые когти на лапах, которые совсем недавно впивались в кожу моей головы. Невольно коснулась волос, проверяя, на месте ли они, а затем осторожно наклонилась к животинке. «Ты там жива?» Балансируя на одной ноге, задела носком кеда лапку существа. Поморщилась от вида живописных пятен, от травы и томатов на джинсах. «А что стало с моей светлой футболкой?» Оставив попытки отряхнуться, я недовольно вздохнула и снова вернулась к животному. Легонько толкнула, страшась дотрагиваться до бешеного создания, которое в любой момент могло очнуться. Нагнулась и двумя пальцами, взявшись за ручку, подняла авоську над землей. «Вон та странная тетя!» Раздалось неподалеку. Я обернулась. На меня указывала пальцем та самая девочка, что выронила мячик и будто испугавшись убежала. Сейчас же она стала свидетельницей того, как я на вытянутой руке держала авоську с безвольно свисающей белкой и откровенно улыбалась. «А вот мама!» Заметив, как с лапок и хвоста животного стекали капли томатного сока и окрашивали траву валой, женщина закатила глаза и грохнулась в обморок. «Вот вляпалась!» Пробубнила я под нос. Осторожно высвободила животинку из сетки. Я хотела показать девочке, что не живодерка, а белка живая, но хвостатая зараза неожиданно встрепенулась. «А-а-а!» Выдала она боевой клич и бросилась на меня. Да так резво, что ручки-авоськи выскользнули из моих пальцев, а животное прыгнуло мне на грудь. Я поскользнулась на помидорах и, беспомощно взмахнув руками, рухнула на траву. Глянула на безумную белку. Та вцепилась в мою майку, готовая к прыжку. Я машинально схватила ее за хвост. Она завопила, начала клацать зубами и тянуться к моему лицу когтями, царапая воздух. «Дай сюда моргалки, я их вырву!» Густым басом угрожало существо. «Хвост отпусти, а то я тебя сожру, на грудник порву, в наножники носу!» «А-а-а!» «Шерсть на голове повыдираю!» «Да успокойся же ты!» прикрикнула я на существо, с трудом удерживая его на расстоянии от своего лица. Оно извивалось, барахталось, раздирало коготками ткань футболки, проявляло удивительную изворотливость и страшило бешеным блеском в черных глазах. Уши торчали, морда испачкана в томатах, пасть не закрывалась. «Да ну эту психованную!» Я с трудом отодрала белку от футболки, которая приняла модный винтажный вид, и отбросила от себя подальше. Животинка приземлилась, будто кошка, на все четыре лапы. Зашипев, застыла в позе боевого суслика. Очнувшаяся мама девочки схватила хохочущую дочь за руку и свизгом убежала. Я же подобрала авоську. Мысленно попрощавшись с бешеными глюками, собралась уйти, но болтливое существо бросилось ко мне с диким криком. «Носок верни, женщина!» В панике я схватила подвернувшийся под руку багет и принялась отмахиваться от хвостатого феномена. Отступала шаг за шагом. Белка же кидалась на меня с видом бультерьера и орала про носок. «Вот же привязалась!» Зацепившись за корень, я провалилась в кусты, пару раз кувыркнулась и распласталась у ног мужчины. То, что удивительные сапоги из кожи, похожие на крокодилью, только чешуйки намного крупнее, принадлежали мужчине, было понятно из размера. Сорок пятый, не меньше. Белка почему-то притихла. Вцепившись всеми лапками в авоську, она прижала острые ушки к голове. «Упс!» «Так-так, кто тут у нас?» Прозвучал глубокий голос, от приятного тембра которого сердце зашлось в груди. «Наверное, он певец. С таким-то голосом. Но не успела я попросить помощи, как незнакомец наклонился и, пронзив острым взглядом темных глаз, холодно приказал стоявшим неподалеку мужчинам в плащах взять их!» Глава вторая. Драген. Высокие узорчатые двери медленно открылись, и мне навстречу уверенным шагом вышел принц. Густые волосы до плеч при ходьбе развивались, голубые глаза странно сияли от радости. «Сэймун, вы нашли ключ?» Он протянул изящную руку с раскрытой ладонью. «Верните сейчас же». «У меня его нет», — возразил я. «Поиски продолжаются?» «Подевичьи пухлые губы эмпера поджались, а ровные брови сошлись на переносице. Юнец всем своим видом выразил недовольство. Собрался придавить меня взглядом, копируя короля, но я лишь ухмыльнулся. По сравнению с Тамрасом, его сын как ящерица рядом с драконом. «Тогда что вы здесь делаете?» Бросив попытки, взволнованно воскликнул юнец и взмахом руки отослал коммердинера. «Вы должны искать ключ, а вместо этого теряете время. О своих обязанностях я знаю», — холодно прервал наследника. «Изо всех сил пытаюсь исполнить их, но вы каждый раз своим легкомыслием умудряетесь уничтожить их на корню». «О чем вы говорите?» — высоким голосом уточнил эмпер. Он подбоченился и глянул на меня свысока. «Как наследник трона может проявить легкомыслие? Вот и мне интересно». С наигранным недоумением произнес я и приблизился к принцу. «Почему вы не сообщили о девушке, которая была в вашей спальне, когда пропал ключ? Как позволили кому-то постороннему опоить себя зельем?» «Какое зелье?» — искренне изумился эмпер. «Я просто устал. Вот и уснул». Он хотел продолжить, но задумался и самодовольно улыбнулся. «Вы правы. Девушка была. Такая горячая и ничуть не посторонняя. Правда?» — выгнул я бровь. «И как же зовут эту непостороннюю? Или не спросили?» «Эм...» — от избытка чувств он возмахнул рукой, словно убирая от себя назойливую муху. «Не ваше дело», — вскинул голову, топнул в сердцах. «Найдите мой ключ! Немедленно!» «Разумеется, найду!» — спокойно кивнул я и посмотрел на юнца в упор. «Несмотря на вашу ложь, я разыщу символ королевской власти, который вы позволили украсть девице легкого поведения. А еще сегодня утром я рекомендовал королю провести отбор невест для наследного принца. Пришло время направить ваши либидо в правильное русло, во избежание подобных казусов». Он ошарашенно выпучил глаза. Начал хватать ртом воздух, напоминая выброшенную на берег рыбу. Довольный реакцией этого юнца, я хмыкнул, коротко поклонился и хотел удалиться. Но эмпер уже обрел дар речи. «Решил меня женить?» «Вздумал показать, что своим сеймом можешь повлиять на меня?» «Да ты!» Лицо принца покраснело от бешенства. Глаза засверкали. «Ты!» «Я Сеймун, короля Тамраса!» Сухо напомнил, игнорировав простецкое «ты». «Сильнейший маг государства Джасар, ваше высочество!» Я кивнул и, круто развернувшись на каблуках, быстро покинул приемную. «Поручение Тамраса выполнено, теперь можно принять артефакт и отправиться на поиски ключа». По пути подыскивая невест, зарвавшемуся принцу. «Сейлор Драген!» Радостно встретил меня король в своем кабинете. Высокий и под жарой, с покрытым шрамами лицом, он и в преклонном возрасте выглядел могучим воином, не то, что его изнеженный сынок. Жаль, что наследником обзавелся, уже будучи в годах. Тамрас сильно сдал за последний год, здоровье подводила монарха. А молодой повеса думал не о правлении страной, а о том, что находилось у женщин под пышными юбками. «Как эмпера воспринял новость?» «Он счастлив», — ухмыльнулся я. «Вот и замечательно», — облегченно выдохнул король. Он держал в ежовых рукавицах всех сейлоров Джасара, но с сыном был податливее масла. А все потому, что мать наследника умерла при родах, заставив мужа поклясться на крови, что будет заботиться о малыше и выполнять все его желания. Нетрудно догадаться, каким вырос мальчишка, которого ни разу не наказывали. Тамрас подошел к резной шкатулке, выполненной из цельного куска лазурита. Принес с полки на стол и бережно приоткрыл тяжелую крышку. «Сердце дракона», — благоговейно произнес он, вынимая массивный перстень с крупным черным камнем. «Протянул мне древний артефакт. Станет алым, когда его наденет подходящая девушка. Сколько девушек нужно найти?» Принимая кольцо, деловито уточнил я. «Надеюсь, десяти будет достаточно», — устало вздохнул король и потер веки. «Чтобы хоть одна понравилась эмперу». Я сжал челюсти, сдержав рвущийся ответ. «Достаточно было бы одной. Я ведь только утром озвучил послание королю от Сейма магов, предлагая обойтись малой кровью. Все просто. Указ о женитьбе, подходящая девушка и дело с концом. Но отец не мог лишить сына выбора. Из-за клятвы не мог. И теперь мне предстояло не только искать воровку, стащившую ключ, но и десять девушек для отбора. Будто мне заняться нечем. Но мысли я оставил при себе, и, сдерживая жгучую волну ярости, лишь поклонился. Впрочем, воспоминание о шоке эмпера пролилось бальзамом на душу и уменьшило злость. Ради этой минуты стоило потратить время и силы. И я бы снова собрал совет Сейма и вынес решение о женитьбе наследного принца, чтобы увидеть его потрясение. Пора избалованному юнцу становиться мужчиной. Король уже стар, а отбор переживем. Во дворе ко мне подбежал гемет. Рыжие волосы моего заместителя торчали в разные стороны. Зеленые глаза горели воодушевлением. Мужчина выглядел, как почуявший добычу охотничий пес, в то время как его спутник, юркая лиса, еле заметно передвигалась за густой изгородью цветущих кустов. Драген. Воровку заметили в двух переходах от портальной арки. Хочет сбежать в другой мир. Хищно оскалился я и, рассчитав самый короткий путь, кивнул. Пойдем через магический тоннель. Из дворца один ведет прямиком в Вилсар. Оттуда до арки переход два. Перехватим ее на пороге миров. Глава третья. Светлана. Меня подхватили под руки и рывком поставили на ноги. «Эй!» – только и выдала я, встретившись взглядом со светловолосым незнакомцем. Впрочем, внимание тут же переключилось на то, что меня окружало. Что удивительно, вокруг не было никаких кустов, в которые я недавно упала. Лишь высокие, стройные деревья. Они светились нежной листвой под обжигающими лучами чужого солнца. При этом казались ненастоящими и вполне себе живыми. Маленькие, вытянутые, они будто источали яркое зеленоватое свечение, словно магические кристаллы. А валяющийся на земле сломанный багет казался чем-то инородным. Транспозиции мне по уху. Пораженно вертела я головой, разглядывая окружающую, дивную, почти сказочную природу. Но мужчины в плащах грубо напомнили о себе. Один завел мне руки за спину. Другой вцепился огромной лапой в измазанную томатным соком белку. Животное, не выпуская из лапок мою авоську, почему-то показывало верх смиренного послушания. «Отпустите!» – возмутилась я и попыталась вырваться. «Вы не имеете права!» «Да кто вы вообще такие?» Блондин подошел ко мне, и люди в плащах заставили меня выпрямиться. От незнакомца веяло опасностью. Несмотря на поразительную привлекательность, мужчина казался очень жестоким человеком. Я нутром почувствовала исходящие от него волны тяжелой энергетики и невольно затрепетала. Так и хотелось защититься большим деревянным крестом. Например, огреть им плащеносца по высокому чистому лбу, чтобы перестал внимательно изучать меня, словно помидор на базаре. Я инстинктивно отвела взгляд и от давящей близости незнакомца тяжело задышала. Воздух словно изменился, стал гуще и загорчил. На меня будто воздействовали чем-то вроде гипноза. «Так», — разозлилась я, — «причина, по которой меня схватили», — скрестила с мужчиной взгляды, не собираясь ни перед кем прогибаться или безить. «Где ключ?» — зловеще улыбнулся он. «В кармане», — без задней мысли ответила я, кивнув на свои джинсы. «А что, бандиты теперь столь вежливы, что открывают двери жертвы ключом?» Блондин окинул мой наряд брезгливым взглядом. «Да-да, моя одежда слегка отличалась от той, что была на этих ублюдках. Казалось, они из другого века или сошли с экрана исторического фильма. Старомодные плащи до земли, высокие сапоги с заправленными в них штанами. Да и сверху, кто сейчас носит такие вычурные жилеты, расшитые будто настоящим серебром? «Да куда это я попала?» Незнакомец шагнул ко мне вплотную и потянулся к моему карману, как вдруг раздался вскрик. Брюнет, что держал белку, затряс рукой. Видимо, мелкая негодяйка его укусила. Сама же животинка махнула хвостом и, стрелой метнувшись по земле, забралась на ближайшее дерево. Всего миг, и она растворилась в густой кроне. Ха! Чему-то обрадовалась я, но под взглядом Светловолосова, в котором безошибочно признала главного, улыбка тут же растаяла. Над нами раздался противный резкий клич. По низкой траве скользнула тень. Огромная птица нырнула в светящуюся листву, и я услышала оглушительный писк. Шевельнулась листва, и в небо взмыл гордый орел, в когтях которого обреченно висела белка. У меня сердце сжалось от сочувствия. Бедная, она выглядела пугающе, особенно из-за недавних помидоров. Думала, что животинке конец, но заметила, как пошевелился пушистый хвост, живая. Я сперва обрадовалась этому, но потом поджала губы. Рыжая гадина где-то потеряла мою авоську. Все, теперь бабушка меня прибьет, и уж точно не поверит в говорящих белок и властных блондинов. — Спасибо, Шан! — обратился к опустившейся с небес птице блондин. Та выпустила из лап полумертвую белку прямо в руки одного из мужчин в плаще. Кивнула. Птица реально кивнула? Главному из троицы, и взмыла в небо. — Глюки все серьезнее, — пораженно выдала я. — Эй, ты куда полез? — встрепенулась, ощутив мужскую руку на своем бедре. — Вывернувшись, попыталась лягнуть наглеца. — А ну, убери свои грязные лапы, держи ее крепче, — приказал блондин своему подчиненному и попросту начал меня лапать. Плечи, грудь, спустился по животу к бедрам, скользнул руками по ногам и вернулся к карманам в джинсах. — Понравилось? — ехидно улыбнулась я и рубанула коленом куда надо. — Понравилось? — заорала громче и снова постаралась дотянуться ногой до слегка согнувшегося блондина, от которого меня оттащили его приятели. Будешь знать, как лапать беззащитных девчонок-ублюдок. Я тебе не кисейная барышня. За себя постоять сумею. Могу и пальчик сломать, и зубик выбить. А если надо, то постараюсь придумать что-нибудь более занимательное и интересное. На скулах блондина заиграли желваки. Он выпрямился, шумно выдохнул, явно справляясь с болью. Думала, больше подходить не станет, но мужчина рянулся ко мне, схватил за подбородок и чуть ли не приподнял над землей за шею. — Я драген. Сеймун короля Тамраса, верховного правителя Джасара, сильнейший маг королевства и всего живого мира, — говорил он, зажимая мое горло. — Ты обвиняешься в воровстве и предстанешь перед судом Сейма, и пока мы не найдем ключ, будешь гнить в подвалах Райсана. — Потому тебе выгоднее вести себя разумно. — Простите, — прохрепела я, с трудом справляясь с темнотой перед глазами. — Умоляю. Больше происходящее не казалось моей фантазией. Боль отрезвила. Я точно поняла, что нахожусь здесь, где-то за пределами привычного мне пригорода Москвы. В необычном месте со странными людьми. И я не поехала умом. Все реально. Светящиеся листья, разговаривающая белка, разумно кивающий орел, а также незнакомые названия и титулы. С трудом выдавила. — Я не отсюда. — Знаю. С недоброй улыбкой отозвался Драген. — По внешнему виду, ты из техномира. Скорее всего, из низшей касты, к которой относятся воры, убийцы и обычные бандиты. Мне неинтересно, действовала ты одна или по указке своего главаря. Ключ. Лишон имеет значение. Верни его. — У меня его нет. — схватившись за руку блондина, простонала я. — Прошу, мне больно. Он резко разжал пальцы, и я упала. Прижав руку к ноющей шее, уперлась ладонью в короткую колючую траву и закашлялась. — Но есть кое-что странное. Мужчина присел рядом со мной на корточке. — В вашем мире не бывает спутников. Тогда почему рядом с тобой крутится белка? — Вопросы. Одни вопросы. С предвкушением вздохнул он, будто получая удовольствие от сложных головоломок. Поднялся и отряхнул руки с таким видом, словно вымазал их об меня. Посмотрел снисходительно и страстно захотелось плюнуть в эту наглую рожу. Но я не могла себе этого позволить. Сейчас не время для неосмотрительной бравады. Нужно объяснить, что произошло, и убедить незнакомца в своей невиновности. Пусть отпустят меня домой. Я не хочу гнить в каких-то там подвалах. Собралась встать на ноги, как вдруг нащупала в траве что-то твердое и холодное. Взяла и, посмотрев на находку, покачала головой. Ничего себе в этом мире драгоценности! Массивное кольцо из похожего на серебро металла с витиеватыми вензелями украшал крупный, ярко-алый камень. Эй, как там? Я попыталась вспомнить, что мне наговорил незнакомец. Мун, вы тут кое-что потеряли. Протянула находку мужчине, а он неожиданно отпрянул. Наступила тишина, нарушаемая лишь шепотом ветерка в светящихся листьях. Невеста неприкосновенно! Хрипло выдохнул один из подчиненных Драгена. Сэймун, как быть? Светловолосый недовольно поджал губы и, осмотрев поляну, задержался взглядом на полуживой белке в руках подчиненного. Я не сдержала ехидного смешка. Притворяется ведь, мелкая гадина. Уж я эту наглую животинку достаточно успела изучить. А глава всей этой иномирной плащеносной гвардии неожиданно улыбнулся, и от его гримасы по спине поползли мурашки. Я так не испугалась, даже когда он меня за шею схватил. Вот точно не к добру. Сиена! Мужчина протянул мне руку. Позвольте доставить вас на отбор невест принца Эмпера. «Издеваетесь?» Отшатнулась я. «Отнюдь! Какое тут издевательство!» Доброжелательно произнес он и вдруг стал серьезным. «Не подвалы, так хоромы. Оттуда тоже не сбежать. Даже такой ловкой воровки». «Я не воровка!» Возмутилась. «И не брала никаких ключей!» «Конечно, никто в этом не сомневается!» Холодно кивнул он. Не дождавшись моей руки, попросту взял меня за плечи и поставил на ноги. «Идемте!» «Вас ожидает счастливый жених!» Глава четвертая. Эмпер. Едва двери за Сеймуном закрылись, я крикнул. «Карзак!» «Да, мой принц!» отозвался Камерденер, бесшумно возникнув из-за узорчатой ширмы. «Делай, что должен!» «Слушаюсь!» Поклонился он и исчез следом за Сейлором. Я потер щеки и проворчал. Аж челюсти ноют. Не люблю улыбаться, когда хочется кричать. За спиной раздался приглушенный звериный рык. Я втянул побольше воздуха и нежно протянул. «Анахель!» «Лапка моя!» «Не волнуйся!» «Я в порядке!» Черная пантера с голубыми, как небо, глазами лениво прошлась по пушистому ковру и улеглась у моих ног. Толстым тяжелым хвостом обернула щиколотки. Она не верила, что я в безопасности. Слегка приоткрыв пасть и показав ярко-розовый язык, она недовольно посмотрела на закрытые двери. «Анахель ненавидела Драгина. Едва ли не сильнее, чем я. Знаю, знаю!» Присев на корточке, я потрепал животное за ухом. «Тебе не нравится запах орла, но придется потерпеть. Нам нужно отыскать. Воровку!» Лениво прорычала пантера и тут же хищно сверкнула глазами. «Разорвать!» «Для начала поймать!» Вздохнул я и поднялся. Плутовка обвела меня вокруг пальца. И это любопытно. Переступив через хвост Анахель, я приблизился к окну. Потер подбородок, наблюдая за движением во дворе, и задумчиво пробормотал. «Проникнуть во дворец? Опоить наследного принца из-за ключа? Зачем ей это? Пытаться проникнуть в сокровищницу? Уже самоубийство! А девчонка не похожа на идиотку!» «На кого она похожа?» Облизнувшись, уточнила Анахель. «Не знаю. Я недовольно передернул плечами. Не видел лица. Зато Сиена точно знала, чем меня зацепить. Причем так, что согласился даже на дурацкие условия встречи. Ночь, маски, полное уединение. Я замолчал, вспомнив письмо, которое принес мне шустрый рыжий зверек. Лист пергамента рассыпался в моих руках, едва я пробежался взглядом по трем строчкам. Ничего не обещала, но дала надежду, пробормотал я, проследив взглядом за Драгином, который сел на лошадь и в компании подчиненных понесся во весь опор к медленно раскрывающимся воротам. Уголок моего рта пополз вверх. Отбор невест? Как нельзя кстати, Сеймун. Вот только искать ты будешь ту, что нужна мне, и доставишь целой и невредимой. Это наша добыча». Продолжение следует...